Инстардинг представляет Индикатор Уоррена Баффета В последнее время инвесторы со всего мира все чаще обращают внимание на индикатор Баффета. Основатель Бергшир Хэтэуэй назвал его лучшим и единственным показателем того, какова реальная оценка рынка в любой момент времени. Если исторические закономерности окажутся справедливыми и в этот раз, самодовольных инвесторов может ожидать разгром. Проще говоря, индикатор представляет собой отношение общей рыночной капитализации всех американских акций к ВВП США. Когда оно находится в диапазоне от 40 до 80%, пришло время вкладывать свободные деньги в фондовый рынок. Когда же соотношение выше 100%, рынок переоценен. А при превышении индикатором отметки в 140%, рынок ждет крах. В такой ситуации следует избавляться от рисковых активов. Используя индикатор, Баффет предсказал крах рынков из-за лопнувшего пузыря доткомов в начале 2000-х и мировой финансовый кризис 2008 года. В преддверии этих событий индикатор переваливал за 140%. В настоящее время он находится на уровне 180%, что является историческим рекордом. Таким образом, индикатор Баффета свидетельствует о том, что акции чрезвычайно переоценены и грядет огромный спад фондового рынка. Как вы можете видеть, предыдущий исторический максимум был установлен на пике интернет-пузыря доткомов, а перед финансовым кризисом 2008 года индикатор лишь сходил немного выше уровня 100%, но он никогда не был выше, чем сейчас. Означает ли это, что акции рухнут уже завтра или в следующем месяце? Наверное, нет. Никто не может знать, когда именно это случится. Но мы видим, что умные деньги уже выходят из акций. А когда происходит обвал, он внезапен и стремителен. Еще немаловажным фактором является и то, что отношение капитализации NASDAQ к ВВП США сейчас достигло пика пузыря доткомов. Между тем, свидетельством переоцененности американского фондового рынка, а также следствием этого, является новый рекордный уровень свободных денежных средств компании Баффета Бергшир Хэтуэй. Не правда ли это символично и одновременно закономерно, что автор одноименного индикатора сам не спешит вкладываться в дорогие акции, тем самым подавая еще один предупредительный сигнал в виде растущих денежных запасов в своей инвестиционной компании? Еще одно увеличение общей денежной массы Бергшир Хэтуэй до 137 миллиардов долларов предполагает, что американский инвестор Уоррен Баффет все еще испытывает трудности с поиском ценности в американских и, возможно, глобальных акциях. Вот график, демонстрирующий, как изменялись свободные денежные средства компании Баффета на протяжении всей ее истории. Это то, что инвесторы должны учитывать, поскольку ключевые индексы, такие как S&P 500, опять вернулись в зону шторма, чтобы оторваться от рекордных максимумов, которые они установили в 2019 году. Кроме того, инвесторы и руководители должны обратить внимание на то, что главные рыночные оппозиционеры Баффет и его партнер Чарли Мангер сидят в стороне, когда дело касается новых приобретений. «Сейчас мало хороших компаний, которые можно купить по разумным ценам», — отметил Уоррен Баффет. Тем не менее, исследования Moody's Analytics показывают, что стоимость глобальных слияний и поглощений за последние два года перевалила за 4 триллиона долларов, побив рекорды прошлых кризисов. Слияние и поглощение, как правило, достигают пика, когда животные настроения максимально усиливаются, и зачастую, когда руководители чувствуют, что их собственные акции уже достаточно дороги, чтобы сделать их ценной валютой для приобретений. Это не обязательно хорошо для продавцов и получателей этих долей, а важно именно для инвесторов данных компаний, говорится в материалах Moody's Analytics. Кроме того, обратите внимание, что свободные средства Berkshire Hathaway вырастали в 98-99 годах как раз перед взрывом технологического пузыря, а затем в 2005-2007 годах, когда рынки снова стали завышенными. Но тогда компания Оракула и Зомахи использовала период с 2000 по 2003 год, а затем 2008 и 2009 годы, чтобы покупать активы при более низких оценках, по мере того, как рынки падали, что отражается в снижении свободных средств в эти периоды. Именно таким способом Buffett опережает рынок, показывая среднюю доходность в 20% на протяжении более полувека, в то время как S&P 500 на том же промежутке в среднем приносил около 10% с учетом дивидендов, входящих в него акций. Аналитик Лэнс Робертс считает, что участники рынка, возможно, захотят проявить некоторую осторожность, прежде чем последовать совету Buffett'а «делай, как я говорю, а не как я делаю» и начать инвестировать в индексные фонды на долгий срок. «Баффет накопил свое состояние не тем, что следовал за стадом, а тем, что возглавлял его», — пишет Робертс. В интервью телеканалу CNBC миллиардер сказал, «Никто не может предугадать события на рынке, прочитав финансовый отчет компании, просмотрев новости в газете или послушав мои выступления. Качественная инвестиция позволяет вашим деньгам расти в течение 10, 20 или даже 30 лет. У вас не получится заработать большие деньги, покупая и продавая акции каждый день. Я так не умею и не знаю ни одного человека, который бы умел».